Девушки отдыхают Игрушки возили А ты в ней поместишься? Спи, мой пупсень, друг зелёный Стой! 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 Мне надоело кататься Давай теперь я тебя прокачу Как здорово! У меня есть ещё идея Если ты будешь дуть в этот парус Моя коляска-лодка быстро поедет Ты не так дуешь Это не я Это ветер Вода холодная Я за ней не полезу И я не полезу Ну, пусть она там и остаётся Побежали! Я новую игру придумал Что такое? Кто это сделал? Это сверху выбросили! Ну, я им устрою загрязнять наш пруд Лунтик! Немедленно убери коляску! Но это не моя коляска И я несу посылку Корнею Корнеичу И не смейте тут больше мусорить! Ой, как здорово получилось! Ой! Лунтик! Извини, Луна Ой, какая у тебя отличная коляска! А я только что нашла шишку Можно я сюда положу? Наверное Это не моя коляска Привет! О, коляска! Тётя Пиявка очень ругалась Что кто-то утопил эту коляску в пруду Вы не знаете, чья она? Не-а Ладно Отнесу посылку дяде Корнею Я с тобой! Пока-пока! Как вы здорово придумали с коляской! Она не наша Её, кажется, кто-то выбросил И сначала очень хорошо ехала А теперь сломалась Не беда Сейчас она станет как новая Спасибо, дядя Корней! Мы же теперь сможем возить на ней посылки и подарки Всем-всем! Ура! Эй! 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 Весело, ага. Это печенье надо отдать тете пиявке. А вдруг она снова начнет ругать меня за коляску? Давайте мы отвезем и скажем ей, чья это коляска. Правда? А нам скажете? Наша! Это мне! Вкуснятина! Спасибо, дети! И спасибо Бобби Капе! Часто старую вещь или игрушку можно приспособить для новых игр. Надо только включить фантазию и попросить помощи у взрослых. Но никогда и ни за что нельзя выбрасывать ее в те места, где она превратится в мешающий всем мусор. Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Шляпа Здравствуйте! Баба Капа просила передать вам травяной чай. Мы с ней вместе его собирали. Как это мило! Проходи! У меня для вас тоже есть подарки. Мое почтение. А почему Пискарь всегда при встрече приподнимает шляпу? У него прекрасные манеры. Он делает это в знак уважения. Понятно. Хм... Это подводные дрожжи для Капы. Лунтик, достань крышку вон из того ящика, пожалуйста. Ага. А для тебя я тоже кое-что нашла. Ух ты! Спасибо, тетя Мотя. Лунтик, это розыгрыш какой-то? Ты что, хочешь показать мне фокус? Нет. Я в знак уважения. Ааа, приятно. Тогда и тебе привет. Ой, извините. Я просто хотел поздороваться с вами. Это было слишком неожиданно. Но оригинально. Хм... Может и нам так делать? Мы подумаем. Раз, два, три, четыре. Я лучший в воде в целом мире. И снова три, четыре, пять. И я иду тебя искать. Я тебя вижу. Ну вот. Так быстро. И тебя я вижу. Ааа, я же так хорошо спряталась. Нашел. Опять я проиграл. Привет, светлячок. Лунтик, ты светлячка тут не видел? Ааа. Точно не видел? Спрашивать не честно. Вот ты где. А ты меня не нашел? Я победила. Я вода. Лунтик, давай с нами в прятки. Простите, мне надо отнести Боби Капи посылку. Ааа, ты это видела? Какие манеры! Что же делать? Что же делать? Здравствуй, мила. Лунтик, помоги. Что случилось? Сегодня так жарко, что мой любимый цветок засыхает. Надо сбегать за лейкой. Некогда. Его надо срочно спасать. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, Лунтик! Ты спас его! Пожалуйста. Ах, как хорошо поднялся пирог на подводных дрожжах. Спасибо, тете Моте и тебе, Лунтик. Завтра я напеку таких пирогов на всех. Ой, хорошо. Жалко только, что шляпа испортилась. Я придумал, как починить ее. Правда? Правда? Лунтик, ты такой молодец, что спас цветок. Конечно, ведь приподнимать шляпу – это просто ритуал. Знак внимания. Это вежливо и красиво. Но если ты своим вниманием и заботой можешь кому-то по-настоящему помочь, это ценнее ритуала. Во сто крат. Готово! Спасибо, дедушка Шер. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Как сделать радугу? О, что это? Радуга. Видела ее когда-нибудь? Никогда. Но очень хотела бы увидеть. Дождя сегодня нет, поэтому радугу можно увидеть только так. Смотри! Как красиво! Но я хочу увидеть большую радугу, как у тебя на рисунке. Тогда придется дождаться такого дня, когда и дождь идет, и солнце светит. Дождь и солнце одновременно? Лунтик, кажется, так не бывает. Бывает, но редко. Мы можем сами попробовать сделать дождик. Ну, готова увидеть радугу? Ага. Раз, два, три. Ой, эй! Кто это сделал? Привет! Привет! Это мы. Мы пытались сделать дождь, чтобы увидеть радугу. А, ясно. Чтобы сделать дождь, надо просто... Эй, Вупсень! Чего ты меня не ищешь? А, надо просто помахать большим лопухом. Правда? И тучи появятся. Эй, зачем? А, да-да-да-да-да-да. Если помахать листьями, поднимется ветер. А ветер пригонит тучи. Ха-ха-ха-ха! Тучка, тучка, приходи! Прилетай скорее! Дождика нам принеси! Будет веселее! И где же ветер, тучи и дождь? Чтобы получился ветер, надо еще и бежать. Быстро-быстро! Ай! А-ха-ха-ха! Привет! А что вы делаете? Мы хотим поднять ветер, чтобы он пригнал тучи. Тогда пойдет дождь, и мы увидим радугу. Дождик мне нужен, чтобы полить мои цветочки. Давайте мы вам поможем. Мы тоже решили вам помочь. Не останавливайтесь, дождь вот-вот пойдет. Тучка, тучка, приходи! Прилетай скорее! Дождика нам принеси! Будет веселее! Тучка, тучка, приходи! Прилетай скорее! Дождика нам принеси! У меня руки устали! Будет веселее! У меня тоже, но нужно постараться. Мы пошутили! А-ха-ха-ха! А вы попались! Как пошутили? Это была шутка? Ай! Ой! Ай! Эй! Это была плохая шутка! Почему? Нам же было весело! Вы нас обманули! А вы первые начали. И полили меня водой. Мы же случайно. Так мы что, зря старались? Добрый день, ребята. А почему вы такие грустные? Корней, Корнеевич, мы хотели увидеть радугу. Но у нас ничего не получилось. И мы из-за этого чуть не поссорились. Нет, ссориться это никуда не годится. Давайте лучше вместе подумаем, почему возникает радуга. Потому что лучи солнца светят... Сквозь капли дождя, которые висят в воздухе. И капель должно быть много-много. Больше, чем когда льёшь воду из кувшина. Вы всё правильно сказали. Теперь мы с вами сможем сделать большую радугу. Ура! 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 До терпения. Ребята, помогите, пожалуйста. Откройте там воду. А, сейчас! Все вместе! Поднажали! Ура! 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 Смотрите! Радуга! Ух-та! Здорово! Настоящая радуга! Спасибо, корник, корничь! Сегодня мы узнали что знание, терпение и совместная работа позволяют сделать нечто прекрасное и даже радугу! Радугу! Шкатулка с сокровищами Бабуля, ну пожалуйста! Ключ потерялся. Везде искала, но так и не нашла. Может он вообще в пруд упал, даже не знаю. Не волнуйся, бабуля, мы с Лунтиком найдем ключ! Вот было бы хорошо! Когда-то давно я и правда находила ключ. И теперь у меня их два. О, у вас тоже есть шкатулка с сокровищами! Конечно, есть! Так, какой же ключ мой? О, кажется, я нашла этот ключ. Держите! Ура, бежим! Бабуля, мы нашли! А где же бабуля? Бабуля! Интересно, что там внутри? Золото, серебро или даже бриллианты! Что ты делаешь? Давай откроем ее поскорее! Нет, пусть бабуля откроет! Луна, давай я поищу Бабу Капу на улице, а ты здесь, в доме. Хорошо, давай! Тут же просто мусор! Луна, Лунтик говорит, что вы нашли ключик. Его нашла тетя Мотя. Давайте откроем шкатулку. Я уже пробовала, не подходит. Как жаль. Бабуля, у тети Моти ведь есть еще один ключ. Может, он подойдет к твоей шкатулке? И этот не подходит. Видимо, мой ключик потерялся где-то совсем в другом месте. На самом деле, я открывала шкатулку первым ключиком. Кто-то украл настоящие сокровища и положил мусор на их место. Я не хотела, чтобы бабуля увидела его и расстроилась. Луна, мне кажется, мы должны рассказать бабуле правду. Спасибо, ребятишки, что рассказали мне про ключик. Пойдемте к тете Моте и поменяемся с ней ключиками еще раз. Ты все равно хочешь открыть шкатулку? Зачем? Ведь в ней только мусор. Пойдемте, и вы все поймете. И вместе посмотрим, что там за мусор. А я как раз к вам направлялась. Боюсь, что наши ключи перепутались. Да, да, да. Лунтик и Луна тоже в этом уверены. Ребятишки, помогите-ка нам, пожалуйста, открыть наши шкатулки с сокровищами. Да, бабуля, конечно. Вот видишь, я же говорила, сокровищ нет, только мусор. Тетя Мотя, и в вашей тоже не сокровища. Почему же не сокровища? Мама подарила мне это стеклышко, когда я только вылупилась из яйца. Оно мне очень дорого. А этот камешек я нашла в тот день, когда познакомилась с Шером. Он бесценен. Луна, помнишь, когда мы были в походе, я подобрал шишку? Я смотрю на нее и вспоминаю, какой замечательный был поход. Да, все это сувениры, которые напоминают нам про важные события. Я поняла. У меня тоже очень много важных событий. Теперь я ничего не буду больше выбрасывать. Иногда сокровищами бывают вещи, которые вызывают у нас яркие воспоминания. Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Большой жук! Я такой сильный! Кому помочь? Ой, ой, ой. Оп! Вот какой я сильный! Из этой морковки получится самый большой морковный торт на свете. Морковный торт, морковная запеканка, морковный пирог. А ну, помогай! Что такое? Колесо спустило. Надо менять. Как плохо-то. Я где-то потерял домкрат. Что такое домкрат? При помощи домкрата можно приподнять грузовик и поменять колесо. Как же теперь? Вам помочь? Ого! Ты здоровый парень! Но тебе ни за что не вытащить эту морковку! Да! Мы же не смогли! Я сильный жук! И хочу всем помогать! О, да ты силач! Так, идем с нами, здоровяк! Пруд слишком глубокий. Мы не можем перейти его. А там ягоды. Много ягод. Я перенесу вас через пруд. Так очень долго. Давай ты просто перебросишь нас на тот берег. Хорошо. Я лечу! Ты нас слишком далеко забросил! Плохой жук! Я не знал, что так получится! Тяжелый грузовик. Ой. Нужен кто-то еще. Большой и сильный. Безобразие! Мешают работать! Плохой жук! Плохой жук! Плохой жук! Плохой жук! Плохой жук! Ну почему все так? Я никуда не кажусь! Здравствуй, Жук! Ты с виду сильный, а нам нужна помощь! Нет-нет! Чтобы я не делал, всё не так! Выше нос! Я всё объясню тебе! Приподнимите с Лунтиком грузовик, пока я буду менять колесо. Договорились? Э-э, хорошо! Немного пониже, пожалуйста! Угу! Ух ты! Ты и вправду сильный! Так и держите, ребятки! Если устанете, скажите! Жук, мы без тебя не справились бы! Не связывайтесь с ним! Он закинул нас далеко за речку! Я нечаянно! Просто я слишком сильный! Пупсень, Пупсень! Жук таким родился! А вы его обидели! Ладно, не реви! Слышь, Жук! Ну, извини нас! Зато мы полетали! Вы тоже извините! Давайте все обнимемся! Ох! Вот закончим работу и обнимемся! Корней, Корней! Держите новое колесо! Бегайте! Спасибо вам, Вупсень и Пупсень! Жук, как хорошо, что ты пришёл! Хорошо, что и мы пришли! Э-э... Значит, я неплохой Жук! Хороший! Большой Жук! Ребятки, давайте-ка прокатимся! Как же он силён! Похоже, сегодня все усвоили ценный урок! Если правильно использовать свой талант, можно сделать что-то по-настоящему удивительное! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Стой! Раз-два! Раз-два! Стройсь! Марш на чаепитие! Мы не хотим строиться! Мы и так пойдём чай пить! Бег! Исполнять приказ! Раз-два! Раз-два! Приказываю! Шагом марш! Все за мной! Опять с барабаном ходить? У меня нога уже болит! Отстань! Надоело! Прибыл, чтобы выпить чаю! А ты мог бы не трубить? У меня голова болит! Приказываю, чтобы голова не болела! Знаешь что, сынок? Хватит маршировать! Откладывай барабан, будем чай пить! Но я же хочу стать командиром! Как ты! И всем приказывать! Хочешь приказов? Тогда вот тебе мой приказ! Перестань трубить и барабанить в доме! Есть! Разрешите выполнять? Разрешаю! Равняйся! Смирно! Меня здесь никто не слушается! Здравствуй, жучок! Лунтик! Равняйся! Смирно! Направо! Шагом марш! Стой! Раз-два! Ура! Ура! Как ты здорово командуешь! Это потому что я хочу быть генералом! Принимать парад и носить красивую форму! Ой! А мой дедушка Шир тоже генерал! Хочешь пойдем к нам в гости? Я вас познакомлю! Хочу! А командовать он умеет? Наверное умеет! А надо чтобы командовал! Надо! Вот так! Шагом марш генералу! Раз-два! 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 Очень далеко идти! Я устал! Раз-два! Бабуля! А где дедушка Шир? Это наш гость! Он хочет с ним познакомиться! Ах вот оно что! Шершуля пошел посидеть у пруда! Зови его, а я займу нашего гостя! Хорошо! Жучок, посмотри наш фотоальбом! Спасибо! Генерал! Дедуля! Пойдем домой! Тебя хочет Жучок увидеть! Да ну! А зачем я ему нужен? Он хочет быть как ты! Генералом! А? Дедуля! Когда мы придем домой, ты сразу что-нибудь скомандуй! Жучку это очень понравится! Хорошо! Раз гостю хочется, можно покомандовать! Ой! А откуда тут фото папы? Это твой папа? Они с Шершулей вместе служили! Шер говорил, что твой папа отличный командир! Хм! Если он хороший командир, то почему дома никаких приказов не отдает? А зачем дома приказывать? Дома не армия, не учение и не парад! Дома кто-то хочет отдыхать, кто-то играть! А кто-то чай пить! Ах! Ах! Равняйсь! Смирно! Отдать честь! Шершуля! Что это ты с порога раскомандовался? Э-э-э! Так я это... попросили! Ты почему плачешь? Команды неправильные! Команды хорошие! И генерал хороший! Я строиться не могу! Я устал! И не надо строиться, раз ты устал! Мы же не в армии! А если не в армии, то генералы не командуют? Хм! Конечно, нет! А я думал, что генералы всегда командуют! И дома тоже! А папа запретил! Ну, ничего! Я думаю, твой папа всё же не сердится! Он ведь знает, что ты только учишься военному делу! Папа! Папа! Оказывается, быть настоящим генералом совсем непросто! Настоящий генерал не только носит красивую форму и отдаёт приказы! Главное, он знает, когда надо командовать, а когда просто поговорить по душам! Хорошо, что Лунтик и Жучок теперь тоже это знают! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Бабули! Ура! Бабуля Музя приехала! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Бабуля, знакомься! Это Лунтик! Очень приятно! Вот, внучек, я тебе гостинцев принесла и Лунтика угости! Спасибо! Спасибо! Спасибо, бабуля! Ого! Бабуля Сьюзя приехала! Здравствуйте! Опять ты, Музя, внучка сладостями закармливаешь! Отдай! Кузя такой худенький, ему надо лучше питаться! Не худенький, а стройный и подтянутый! Движение – это жизнь! Подержи-ка! Бабули, осмотрите, чему я научился! Опа! Ты не ушибся? Идите сюда! Здесь такой обзор! Это же так опасно! Больше так не делай! Кузя, не слушай бабушку Музю, а то вырастешь хлюбиком! Ну, началось! Слезай немедленно, пока голова не закружилась! Займись лучше искусством! Бабушки, не спорьте! Пойдемте лучше к пруду! Мы с Кузей там такой замок выстроили! Правда-правда! Прекраснейший замок! Сама высоты боишься? И из внука хочешь трусишку вырастить! А вот и неправда! Вот! Неплохо, правда? Какая красота! Ой, башенка рассыпалась! Надо поправить! Кузя, не трогай песок! Там микробы! Из-за каких-то микробов ты лишаешь ребенка творчества! Вот так, всякий раз! Надо бабушек помирить! Было бы здорово! Ну как? Излишняя опека вредит ребенку! Баба Музя! Баба Сьюзя! А где Кузя? И правда! А где Кузя? Кузя! 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 Мне кажется, его похитили! Как похитили? Кто похитил? Смотрите! Здесь Кузин мяч! И чужие следы! Нам туда! Кузя! Держись! Мы идем к тебе на помощь! Видите? Фантик! Нам туда! Это же от моей конфетки! Вперед! За мной! У меня не получится! Я высоты боюсь! Получится! Кузя! Ах! Давай! Помогите! Сьюзя! Прыгай на берег! Ох! Нам точно не туда! 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 Вон! На ветке скакалка! Ох! Это же мой подарок внуку! Фу! Грязно! Брр! Сплошные микробы! Эй! Старушка! Поехали! Куда ты? Ты же высоты боишься! Здесь обзор хороший! Кузя, пора! Спасите! Помогите! Нам туда! Помогите! Спасите! Помогите! Кузя! Внучек! Вот ты где! Кто? Кто тебя похитил? Не знаю! Я из-за колокольчика ничего не видел! А веревка-то еле держится! Присядь! Какой же ты, Кузенька, хилый! На, съешь пирожок! Он вкусный! Спасибо! Надо спортом заниматься! И хорошо кушать! Я знаю! Лунтик, куда же ты подевался? Я... На вот, съешь пирожок! Спасибо! После такого приключения бабули подружились и больше не спорили, чьи методы воспитания лучше. Ведь каждая из них по-своему оказалась права. Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Фея! Мы будем держать веревку, а Мила полетит на перегонки с воздушным змеем. Хорошо! Ушла? Странно. Мы же договаривались. Мила, ты чего? Что с ней такое? Мы же воздушного змея подготовили. Не хочу! Допускайте без меня! Это же ты хотела со змеем на перегонки! А теперь не хочу! Мила, а хочешь, я тебе книжку почитаю? В прекрасном лесу на окраине селения жили сказочные феи. Нигде они не жили! И вообще нет никаких фей! Все это выдумки! С чего ты взяла? С того! Я так хотела увидеть живую фею! Я даже летала в прекрасный лес на окраине селения! Куда ты летала? В лес за ручьем! Я искала фей! А там никого! Эх, понятно! Что же делать? А давай ее развлечем! Никогда больше не буду это читать! Мила! Кто это? Мила! Где это? Мила! Светящаяся фея! Здравствуй, Мила! Это про меня написано в твоей книге! Не может быть! Я приглашаю тебя к себе в гости! В сказочную страну феи! Лети вслед! За моими гонцами! Это же настоящая страна феи! Вот мы и встретились! Добро пожаловать к нам в гости! Это мои ученицы! Девочки, начинаем! Мила, хочешь хрустальную корону? Я тоже умею делать волшебство! Вот видишь, Мила! Мы, феи, существуем! Просто являемся далеко не всем! В нас нужно верить! А теперь волшебное сияние! Итак, волшебное сияние! За этот шнур нужно дергать! Лунтик! Лунтик? Пчеленок? Так это вы все устроили? Прости нас, Мила! А я-то думала, кого мне напоминают сияющие гонцы и феи! Оказывается, это были светлячки! Опять ничего не получилось! Получилось! А знаете что? Спасибо вам! За что? За то, что вы подарили мне несколько мгновений волшебства! Так Мила побывала в настоящей, ну, почти настоящей, стране феи! Феи и волшебники существуют, пока с тобой есть твои друзья! Привет! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Творческий подход Фу! Кажется, я наелся! Чем бы еще заняться? А, пупсень? Не знаю! Все одно и то же! Надоело! Ого! Смотри! Радуга! Да! Разноцветная! Смотри! А? Да! Не то, что тут! Все зеленое, да зеленое! Ну вот! Было так красиво! И на тебе! Снова все зеленое! Зеленое так зеленое! Лишь бы вкусно было! Эх, пупсень! Не творческий ты парень! Тебе бы только поесть! Пойдем, я знаю, как все исправить! Сейчас все раскрасим в разные цвета! Так, с чего начнем? Ну вот же! С тебя! С зеленого! Ха-ха-ха-ха-ха! Давай раскрасим тебя во все цвета радуги! А что? Мне нравится! Долой зеленое! Долой зеленое! Ха-ха-ха-ха! Давай тебя тоже! По-моему, замечательно! А? И весело! Ой! А земляника красная! Может так оставить? Нет, пупсень! Здесь нужен творческий подход! Смотри! Да! Подход нужен! Между прочим, мы еще ни разу черную краску не использовали! Так давай используем! Было такое, стало другое! Вот так! Ах! Что это? Одни мухоморы! Я же помню, здесь были белые! Дети, не ешьте грибы! Они ядовитые! За мной! Не отставать! Ай! Ага! Интересно, куда это я попал? А может, я еще сплю? Ничего не понимаю! Какие-то странные ягоды! А земляник это где? Не надо это пробовать! Животик заболит! Дети, сегодня на завтрак свеженькая травка! Ищем зеленую травку! Что такое? Только синие цветы! Мне же задали собирать нектар с желтых цветов! А про синие ничего не сказали! Мама, ну где она, зелененькая травка? Без паники! Сейчас найдем! Мама, я нашел! Она зеленая! Трава, еда! Мы спасены! А-а-а! Отцепись! Глудик! Хватай его! Малыш, ты ошибся! Это не трава! Это Кузя! Что случилось с нашим лесом? Караул! Караул! Вся еда исчезла! Лес заколдован! Спасайся, кто может! Не отставать! Без паники! Дети, мы спасены! Скорее в дупло! Прячьтесь! Мы пропали! Дупло ненастоящее! Ой! Кажется, дождь начинается! Ну вот! Мы красили, красили! А теперь дождь все смоет! Дети! Так вот же он, наш лес! Трава! Зеленая! Ура! Наша еда! Ура! Ну вот! И цветы тоже нормальные теперь! Отлично! Наконец-то все в порядке! Я так старался! Не ревей, пупсень! Вот возьмем и снова все покрасим! Еще лучше будет! Так это из-за вас букашки такие голодные? Так вот из-за кого я нектар не собрал! Нектар? Голодные! Нет у вас фантазии! Да что они понимают в творчестве? Им бы только поесть! А мне понравилось! Вот бы мостик через ручей так покрасить! Бесполезно! Все равно дождем смоет! Вы лес акварелью красили! Хе-хе! А у дедули есть краски специальные! Масляные! Им дождь не страшен! А что? И покрасим! У нас к любому делу творческий подход! Вупсень и Пупсень раскрасили мост! Всем очень понравилось! И баба Капа испекла для гусениц огромный пирог! Тут уж Лунтик применил творческий подход! Украсил пирог ягодами и разноцветными лепестками! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Крэкс Пэкс! Жучок закопал в Землю золотую монетку! И произнес слова! Крэкс Пэкс! После захода солнца на этом месте выросло дерево! На нем росли золотые монеты! Ух ты! Теперь у Жучка будет много-много монеток! Ребята, к столу! Ура! 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 Как вкусно! Я ваши пирожки ел бы и ел! Спасибо, Кузя! К сожалению, это последнее! Но если вы принесете мне воды, я сегодня еще испеку! Конечно, принесем! Да, Кузя? Подожди! Я еще не доел! А ты возьми с собой! Чем быстрее принесем воды, тем быстрее бабуля начнет готовить! Лунтик! Да не спеши ты так! Все равно баба Капа долго будет готовить! Пока тесто замешает! Пока слепит! Пока они испекутся! Да! Жалко, что пирожки нельзя сразу готовыми получить! Как нектар! А! Точно! Как я сразу-то не подумал! Дерево! Мы ведь можем вырастить в пирожковое дерево! Как в книге! Только надо закопать не монетку, а пирожок! И бабе Капе не надо будет ничего готовить! Просто будем поливать дерево водой и все! Только нужно его и в ведро посадить, чтобы дерево дома росло! А то на улице букашки быстро все съедят! Ура! У нас будет пирожковое дерево! Так, насыпаем землю, теперь пирожок! Смотри, что эта малышня делает? Мы закапываем этот пирожок... Они что, с ума сошли? И произносим волшебные слова! Крэкс! Пэкс! Вот и все! Теперь осталось дождаться заката, и у нас будет пирожковое дерево! Пирожковое? Баба Капа спросит, что это мы так долго за водой ходили? А мы ей сразу пирожки покажем! Вот она удивится! А! Дерево! Лунтик! Где ведерко? Вон оно! Это гусеницы! Собрали его! Это наше дерево! Отдайте! Было ваше, стало наше! Бежим, пупсень! А ну, стойте! Солнце уже заходит! Лунтик, дерево скоро вырастет, и гусеницы съедят все пирожки! Стойте! Стойте! Отдайте ведро! Подождите! Это наше дерево! Наше! Это наше дерево! Ай! Стойте! 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 а я больше не могу а как же дерево как же пирожки все равно нам их не догнать капочка они пришли ну что небось купались а воды что ж не принесли мы не купались мы хотели вырастить пирожковое дерево а эти гусеницы они его забрали и теперь все съедят ну что вы ребятки пирожковое дерево нельзя вырастить в книге так было жучок посадил монетку сказал крекс пекс и у него выросло дерево на котором росли монетки вот а мы хотели чтобы у нас пирожки выросли ну что вы ребята так ведь на самом деле не бывает это только в сказке можно получить сразу все готовое значит у нас все равно не было бы пирожков нужно было просто воды принести ну так мы ее сейчас быстренько наберем а с вашей помощью я быстрее управлюсь к ужину пирожки будут готовы а вупсень и пупсень ждали ждали пирожков да не дождались ведь волшебство бывает только в сказках однажды на луне родился необычный малыш я родился и случилось так что он попал на землю где нашел много новых друзей привет а вот что произошло дальше мы с вами сейчас и узнаем застряли ты точно помнишь куда нужно идти конечно вы столько спелой вишни еще никогда не видели вот о о приветик а вы за вишней что ли а больше нет раньше надо было приходить хе-хе-хе то есть вы все съели? вот обжоры да не переживайте так на соседних деревьях еще есть хе-хе-хе ты чего? это моя ягода ты уже достаточно слопал ну и что? я еще хочу Помогите! Вытащите нас! Помогите! Ой, что это? Да это мы! Что здесь случилось? Наша вишня укатилась в нору, мы за ней прыгнули, и вот, не можем вылезти! Сами виноваты, не нужно было жадничать! Не выходит! Думаю, нужно просто подождать! За ночь вы похудеете, а утром сами вылезете! Вот еще! Не хочу висеть так до утра! Ночью страшно! Останьтесь с нами кто-нибудь! Пожалуйста! Не бойтесь, я останусь! Мы тебя одного не бросим! Ну что, вам хватит столько фонариков? Вон, туда еще нужно поставить! Как вы? Как-как! Висим! Худеем! Скучно! Я вам немного почитаю! Жил-был на свете веселый король! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ой, щекотно! Кто-то наши хвосты трогает! Это я! Укрываю вас одеялом, чтобы вы не замерзли! Слушайте дальше! Веселый король не умел... Эй, а картинки в книжке есть? Да! Вот, смотрите! Это король! Эй, а можно еще один фонарик? А то мне картинок не видно! Сейчас принесу! Ох! Теперь довольны? Так намучилась хвостами! Может, устроим перерыв? Вот, полистайте сами, пожалуйста! Эй, а что это так вкусно пахнет? Бабушкины пирожки! Не переживайте, мы вам оставим на утро! А я сейчас хочу! Дай мне один! Вам сейчас нельзя! Потерпите немного! Завтра утром мы обязательно вас угостим! Ты чего ерзаешь? Спать невозможно! Спать? Как ты можешь спать? Там же наши пирожки! Я есть хочу! Да ты что, пупсень, не можешь потерпеть! Терпел уже! Не могу больше! А ну возьми себя в руки! Совсем потерял силу воли! Запомни! Если мы не прекратим есть, то не выберемся отсюда! Милкота права! Надо ждать до утра! Так что давай, спи! Ура! Ура! Получилось! Мы похудели! Мы выпали из дыры! Ура! Пупсени-пупсень! У вас получилось! Вот, ешьте на здоровье! А? Нет, что? Мы пока это, на диете побудем, а то вдруг еще где-нибудь застрянем Гусеницы были так напуганы, что даже от пирожков отказались А зря, пирожки-то были очень вкусные Субтитры создавал DimaTorzok